у нас есть успехи здесь показано успехи сельского хозяйства если сравнить современное состояние с десятым годом увидим и такой серьезнейший рост по зерновым производства практически в два раза изменения раза полтора по всем позициям идет серьезный рост это не может не радовать но мы должны помнить о потенциале на том месте где мы реально находимся и от какой базы этот рост происходит и тут полезно сравнивать наши современные достижения с 90-м годом с нашими собственными достижениями того же время того времени и с тем состоянием в котором находится на современной мере страны вокруг нас так вот мы видим что если с 90-м годом сравнивать то несмотря на технологический прогресс и социальный прогресс он говорит что капиталист гораздо более эффективное систем устройства мы видим что прогресс китай не так уж и велик это на 14 процентов на 30 лет назад а если посмотреть на мир то что происходит вокруг нас мы увидим что россия примерно производим продовольствия на то же сумму что и 30 лет назад в мире примерно так 1 8 раз производство продовольствия и россия в 92 году составляла производство продовольствия составляла три с половиной процента от мирового сейчас лишь два процента вот и тоже если мы хотим вернуться старым советским позициям когда я что и советское сельское хозяйство не достаточно эффективно но если мы даже хотим вернуться в тем позициях туда надо на 70 процентов увеличить объема производства продовольствия от современных вот ну если по-другому оценить потенциал увидим сколько у нас пассивных площадей пустует оценим насколько можно используя современные технологии вполне доступны нас для нас увеличить урожайность увидим что 240 миллионов гектар вполне достижимая цифра нас то же самое мы можем и должны увеличить объемы производства молока и количество коров и соответственно балла прям мало как происходить не 32 миллиона тона вполне может производить и 96 три раза больше для этого есть и все кроме воли желания и правильной полиции перестала герасаж подчеркнул то что у нас малая обеспеченность лошадиными силами техники и мы обменивались мнениями о том какое состояние сегодня допустим настроение и скажу что этот год оценивают директора предприятия хорошие все нацелены на рост на увеличение выпуска машин но тут же все добавляют мы боимся инвестировать боимся нанимать сотрудников боимся расширять производство потому что мы не знаем что будет через полгода есть как положительные сигналы так есть сигналы и отрицательные которые могут привести к тому что у нас все постепенно пофи упадет и инвестиции окажутся напрасными ведут к убыткам но среди отрицательных сигналов например это ограничение запрет для ограничения на экспорт продовольствия ограничение цен продовольствия для политики непосредственной стороны правительства которые может и которые уже на наших глазах не так давно приводила к серьезнейших падениям на рынке тех хостер тем самым тормозами развития механизации села вот ну давайте обсудим что мы хотим видеть от правительства для того чтобы рост и движение вперед были уверенными для того чтобы не происходило торможение так вот здесь показано что у меня растет и добавить трактора и производство удавления и средств защиты растений там они такие высокие но рост идет и каждый год 120 порядка примерно 120 новых моделей машиностроитель выпускает на рынок но он постоянно ходит в тревоге что нужно для того чтобы это просто стабильно ну во первых не ограничивать экспорт не ограничивать свой продовольствие его расширяется если мы хотим увеличивать производство продовольствия надо бороться и государство тоже нужно делать все для того чтобы сбыт не сокращался увеличивался здесь мы видим обратную ситуацию экспорт продовольствия ограничивать один из крупнейших импортеров продовольствия в мире как известно является китай он импортирует на 130 миллиардов долларов продовольствия в восемнадцатом году такая цифра была сейчас она еще больше россия год производит продовольствия на 86 миллиардов долларов если мы увеличим в два раза объем производства продовольствия если наши политики переведут личные хорошие отношения в отношения доверительные между нашими странами хорошие торговые отношения то сколько продовольствия не произведем сколько мы не произведем молока зерна и солны и гравса любой продукции мясо свинины все может продать в китае но сегодня этого не происходит и доля россии на рынке китая составляет 1 из 6 процента доля из гиппорта китая то есть не читая с доля россии ничтожно почему потому что для китая мы сегодня не являемся таким надежным последовательным партнером мы то мы стимулируем продавец продовольствия то его ограничены или это происходит постоянно и достаточно непредсказуемо для наших партнеров поэтому они ориентируются на раке они ориентировались на северную америка на суши и канаду потом после политического охлаждения переориентировались на южную америка как основных поставщиков своего продовольствия вот это все привело к тому что бразилия активно развивается и например рынок комбайнов в бразилии больше сегодня чем рынок всей северной америки бразильские фермеры получили возможность развиваться инвестировать богатеть и двигать свои сельское хозяйство вперед российские фермеры этой возможности не пользуются но кроме теперь у нас есть египет индонезия но масса стран которые продовольствия но вот я наблюдаю внимательно я не вижу усилий наших дипломатов усилий наших руководников по тому чтобы рынки этих стран были доступны открыты для наших фермеров наоборот скорее ограничение вот это очень большая возможность получение ситуации в сельском хозяйстве по базе дальше себестоимость производства продовольствия у нас государства я не вижу чтобы она делала так чтобы себестоимость это снижалась повышаются повышаются налоги повышается скорость электричества вводится транспортные налоги и мы видим что помимо того что например система плоток была введена и и сборы и его тарифы постоянно повышается а вот это все все статьи которые ведут к повышению себестоимости их служение которые за способности нашего сельского хозяйства но вы не не видно такой политики правительство нацеленное на то чтобы создать условия для развития на несливых отраслей в частности сельского хозяйства вот там ребята сидят за звук отвечает регулируют тумблеры уменьшают звучание низких частот повышает высоких или наоборот вот если посмотрим как правительство нашему титуле дергает регулирует цены то мы не увидим такой системы и скорее увидим заботу об экспорте сырья и видим что скорее подавляется если его и производство с помощью таких настроек сборов тарифов можно вот здесь должен очень большой потенциал получения этой политики у получения ситуации дальше качество продовольствия за последние 30 лет 90-е годы впрочем процесс продолжается продолжается так называемая либерализация качество либерализация стандартов продовольствия раньше были советские госты которые были обязаны соответствовать изготовители продуктов сейчас эти посты а не обязательны современные стандарты они сильно их сильно смягчены в 30-е годы были приняты стандарты по которым колбаса должна была содержать не менее 96 процентов мясо в себе сейчас такого такой обязанности вы изготовители колбасы нет можно должны они класть на жиры и воду углеводы какие-то наполнители мясо не обязательно использовать при производстве колбасы тоже самое активу около 50 процентов экспертов является фальсификатор является медом вот такая реализация например потому что изготовители качество продовольствия не попадает в ситуацию неравной конкуренции снижается тем самым тем самым подавляется экономическая активность населения тем самым плодится количество бедных и таким образом государство вроде как заботясь о жизни продовольствия смягчая стандарты делая продовольствия доступным тем самым планирую снижает экономическую активность тем самым планирую увеличивает количество бедных тем самым делает продовольствие все менее доступно это тоже все надо улучшать и изменять вот опять на кстати уже давно это дискуссия ведется надо бороться не заботиться о бедных надо не снижение оптовых цен на продовольствие адресной помощи бедным это гораздо более эффективная мера эффективная мера поддержки которая бы поддержала адресно именно бедных дешевые некачественные продукты тем для кого-то цена не так важно важно качество так вот адресная помощь малых площадок она могла бы позволить ужесточить стандарты производства подовольствия поддержала бедных и создал условия для экономического развития села дальше по эстафете это экономическое развитие передалось бы городским предприятиям и городским жителям все это хорошо сказалось на качестве продовольствия на здоровье населения и на его плавное состояние почему-то вот правительство нет решимости ввести вот такую систему адресной помощи эта система она позволила бы при затрате порядка двухсот миллиардов рублей в год получить налоговый эффект более чем два раза больше порядка 500 миллиардов рублей государство могло бы больше собирать налогов если грамотно обвести в систему вот и если вот эти вот несложные реализуемые меры подходы реализовать мы видим что примерно на 2 триллиона рублей в год могли бы увеличить объемы производства продовольствия и создать условия для экономической развития это все сопровождалось бы улучшением качества жизни улучшением качества питания улучшением дипломатического что ли авторитета нашей страны в мире вот на самом деле ну нужно упомянуть просто политику пространственного развития у нас особенно страдает от недостатка внимания недостатка субсидий регионы не черноземья их можно было бы развивать и животноводство и новодство и другие виды сельского хозяйства не видим политики нацелены на равномерное разбитие села на стране по первым повторим субсидии теску на субсидии которые правительство предоставляет крестьянам они распределяются крайне неравномерно мы проанализировали как сучили распределяется в четырех областях рязанский тверской ярославской и курской и мы видим что крупнейшим трем агрохолдингом в каждой в каждом из этих трех регионов достается более 80 в некоторых случаях и 98 почти процентов всех субсидий которые выделяются фермером то что три компании достается на три компании выплачивается львиная доля там порядка 90 процентов всех денег которые остаются крестьянам является последовательной и справедливой политикой нацеленной на равномерное развитие на улучшение уровня жизни населения я думаю что нет и для того что надо провести большую работу по чтобы сделать поддержку силах правда доступной для фермеров для хозяйств вне зависимости от размера собственности и близости начальства я думаю что это будет благотворно сказалось на психологическом уровне сила это очень важно то надо развивать я уже сказал отдельные отрасли которые имеют большую потенциал но ритомодство и черноземье в сибири производство крупного развития животного слов некоторых регионах очень важно поддержать я был забайкале очень тяжелый в этом соседней монголии 832 процента в этом же периоде вот в чем причина это то что у нас не хотят работать я думаю нет причина в том что в монголии созданы условия для развития скотовоста а в россии созданы условия для подавления скотовоста вот это тоже надо исправлять свежение количества школ медицинских учреждений количество обучающихся насилие ученых либеральный подход говорит что это все должно быть коммерческие условия если больницу содержать деревне не выгодно то ее надо убирать фельдшерский пункт но наверно это все таки область коммерческой деятельности образовательные медицинские учреждения тут все таки государственная политика тоже должна быть более вняты про сохранение почвы но не буду сильно останавливаться это очень важная тема и проблема очень острая не только в россии но и в мире вот здесь мы тоже внятной политики не видим вот такой взгляд широкими масками тема обозначена я думаю я уверен я просто вижу что эти все проблемы они решают если их решить то наша страна испытает длительный период бурного экономического аграрно-экономического развития давайте обсудим с разных сторон что еще надо дополнить и что главное нужно сделать для того чтобы это эти все меры были реализованы для того чтобы реально начался рост и улучшение состояния нашего села спасибо а